В нашу редакцию поступила очередная жалоба на тему ЖКХ. Подробности в нашем следующем материале. Жильцы общежития по адресу Волгоградская, 7, жалуются на состояние дома. В стенах трещины потолок течет, второй этаж падает, канализация в неудовлетворительном состоянии. И ремонта здесь давно не было, говорят жители. Первым, это же, я не знаю, ну как, сами же делали. Засвучили? Да, заляпали, как говорится. А у вас управляющая компания есть? Есть у нас, был, а сейчас нету. Отказался от нас Паркачев. А это что за компания? А, Империал. Да, действительно, в подъезде дома размещено объявление, что с 1 сентября управляющая компания Империал отказалась от управления данным домом. У нас управляющая компания была. Сейчас она от нас отказалась, ничего нам не сделал. В каком году отказался? В том году заступил, в 17-м году. В этом году отказался. Нам в госполковании подтвердили это. Ну, а что теперь у нас? У нас очень много проблем. Подземная труба, ее менять надо. Сантехники, как приходят чистить там трубу, говорят там, что у нас колено. Все рушится. Сами видели в ванной, что делается. Пластами отсюда падает. У них вот пол уже проваривается, скоро у нас к нам упадет. Ну, в комнатах, в этой комнате 27-й. Фасад, видите, какой? Суховое окно там. Падало уже, плита уйта. Тоже крыша протекает у ей. Ну, очень много проблем. И теперь жильцы не знают, что делать дальше и как им жить в таких условиях. В данном доме 24 комнаты, и практически в каждой проживают дети. Вот у нас сейчас опять будет осень, дожди пойдут, у нас ручьем тут бежит. В комнатах у нас тоже протекает. Тут или как-то надо делать ее, ну, заплатки или как крыши ремонт. Нам вот именно, говорят, делать надо будет косметический ремонт в комнатах. Ой, не в комнатах, в коридорах. За коридорами все говорим, возмущаемся, что нам надо крышу делать. Первым делом крышу. В комнатах стены черные от постоянной сырости, проводка в ужасном состоянии. А запах канализации здесь привычное дело. Зрелище не из приятных. Мы обратились сперва в управление ЖКХ. У нас была комиссия. Когда? Когда она у нас была? В том году им дали предписание, чтобы он такой срок выполнили все эти работы. Да, в год. И он все нам дали, что на вашем счету нигде нет. Ну, как нигде нет, люди платят. По мнению жильцов, управляющая компания должна была по предписанию комиссии исправить ситуацию в доме. Но вот у директора ООУК «Империя» другое мнение. Я собирал, то есть, собирался в ней делать, то есть, и паровое, и крышу делать. Но у них собираемость в доме 4300 рублей в месяц. Что это такое? На 28 квартир. У них там 8 квартир только платят. А платят по 200 рублей, там нужно платить. Нельзя. Им говоришь, когда, что нужно собирать, то есть, это делать. И они, как бы правильно говорят, они хотят быстро, как в сказке. Они ведь в деньжиках не объясняют ничего, что есть законы, что делается все, когда накопятся денежки. Жильцы просят о помощи и надеются, что власти города услышат их и решат серьезные проблемы в данном доме. А мы, в свою очередь, будем следить за развитием ситуации. Елена Рудакова, Валерий Колдомов. Водкинске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова